приветствую всех сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений и у нас на очереди 18 миссия эту миссию я прошел не с первого раза так думаю что с раз десятого далась она мне очень тяжело и я тут допустил ряд ошибок первая ошибка я решил так взять нахрапом не учел тут количеством зомби а точнее их классификацию и решил что молния справится со всеми думаю такая вот оружие как подойдет ко всем но не тут то было плюс ко всему я потратил последние свои деньги у меня было 4000 и все я истратил на молнию power up и таким образом уже последующие разы мне приходилось комбинировать искать оружие которое бы я прошел без использования молнии но в итоге я комбинацию нашел и скопил параллельно 1000 монет и таким образом я смог наконец-то пройти данный уровень тут мне в первую очередь мешал зомби с динамитом и я забыл абсолютно за сдвоенный горох который стреляет вперед и назад данное оружие как раз именно предназначена для него плюс ко всему молния мы взяли для куроводов ну а арбуз он это как данное оружие универсальное для всех то есть пленфуд который выпадает мы применяем для него потому что это единственное оружие которое у нас есть в списке которая покрывает после пленфуды все поле этот арбуз накрывает всех соперников и таким образом это позволяет практически уничтожить большая половина нашего противника вот эта комбинация позволила более или менее с минимальными потерями пройти эту миссию сложность тут я так думаю что вызывает только зомби с динамитом потому что он сразу прилетает на первые наши ряды и таким образом начинает поедать наше посево но у нас есть зройный горох правда его немного если мы не уничтожим большая половина зомби то у нас будет конечно же проблема не на тремя мы можем справится с помощью злойного гороха ну а так если это носит массовый характер как сейчас то тут уже конечно же не обойтись без арбуза с помощью которого если применить пленфуд как мы сейчас сделали он без проблем убивает данного противника, потому как сам этот летающий зомби он слаб, но то что он летает буквально сделав пару шагов, это главная его угроза. Но мы сейчас более или менее справляемся нормально, плюс это все у нас еще есть plant food, который мы сейчас применили, правда у нас уже больше нету его, так как мы потратили тысячу монет, и больше мы сейчас ничего сделать не можем, и думаю сейчас горох справится, нет, с горохом к сожалению не получилось, и к сожалению у нас нету, power-up, но у нас есть газонокосилка, про которую я сейчас забыл, и она нам помогла пройти данный уровень, после которого мы получаем высокий картофель, он позволяет защищаться от, к примеру, быка, который швыряет зомби, он просто через него не перелетает. Сейчас мы заходим в теплицу и смотрим, что у нас есть. У нас есть монеты, плюс мы должны посадить растения и полить сдвоенный горох. Поливаем, тут садим, с тем, чтобы уже на следующей миссии у нас были готовы плоды. И мы сейчас переходим в девятнадцатую миссию. В девятнадцатой миссии тоже есть ограничения, мы не можем потерять больше двух растений, а также потратить две тысячи монет. Ну а это однозначно выше, чем предыдущая миссия. Тут есть ряд послаблений, во-первых, у нас больше денег, и мы можем таким образом подобрать более или менее нормальное оружие. Но вот нам напоминает игра, что мы не можем, так как мы не можем потерять, мы должны выбирать не одноразовое оружие. То есть мы должны подбирать основные вооружения, не вспомогательные, которые можем использовать один раз, и таким образом это будет засчитываться как потеря. Это, конечно же, тоже накладывает определенные трудности, так как мы с самого начала уже должны думать о нашей обороне. Тогда как вспомогательное оружие, оно было и дешевое, такое вот более или менее, и давало нам время для того, чтобы мы сформировали посевы подсолнухов, с тем, чтобы мы уже могли высаживать основное вооружение. Но у нас есть одно но, мы взяли с теплицы пальму, которая сразу же начинает стрелять бананами в очередью, что позволит нам лучше проходить соперников, даже сильно. Таких, к примеру, как зомби с щитом, которым мы сейчас нейтрализовали. Да, в принципе, всех, которые тут находятся, особых проблем нет. Сейчас мы потеряли одну пальму, нам надо быть более внимательными. У нас еще одно растение в запасе есть, которое мы можем потерять, но потом мы уже проиграем миссию, поэтому впредь нам надо быть начеку. Пока темп игры невысокий, мы поэтому его ускорили, соперников мало, и это, конечно же, плюс. Думаю, что больше мы подсолнухов осадить не будем, справимся уже с тремя подсолнухами. Да и, в принципе, у нас нету такого дорогого оружия, я на эту миссию не брал. Тут самое максимальное оружие стоит 185 единиц, и с тремя подсолнухами с двойными должно нам пойти за головой. Мы сейчас в основном будем высаживать пальму, так как она будет обладать специальными возможностями, так как с теплицей, что позволит нам пройти без проблем этот уровень. У нас, в принципе, мы еще взяли арбуз, 325 единиц, но мы его им пользоваться не будем, так как у нас есть ограничения. И к тому же у нас осталось немного уже денег. То есть мы особо ничего не можем уже покупать. И даже пальму, которая с теплицей. Сейчас в основном будем обходиться плент-фудом, который мы в основном будем использовать на пальму нашу. Так как это финал, особых проблем уже у нас не будет. И мы проходим данную миссию. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.